приветствую всех зрителей моего канала меня зовут марина и сегодня у нас начинается наша 33 вышивальная рукодельная и не только неделя сегодня у меня понедельник 20 мая и сейчас на ваших экранах моя подождите четвертая четвертая или пятая я уже сама запуталась какую по счету игрушку от антонины третяковой я вышиваю сейчас давайте с вами вместе проверим и того раз два три четыре пятую игрушку такие вышиваю от антонины третяковой это вот такой вот восточный календарь и сейчас у меня готова уже если мне не изменяет память до 40 процентов вот этого дракона за три дня вышла 40 процентов опережающими можно сказать я иду темпами и давайте я вам расскажу свои приблизительные планы на будущую неделю во первых мы заканчиваем драконом пятую игрушку восточного календаря кроме этого дракона никаких новогодних игрушек на этой неделе я начинать не планирую эти игрушки конкретно эту наверное пока что я буду вышивать но основные мои два процесса на этой неделе это во первых выполнять бэкстич на моем основном процессе это калибри и гибискус от dimensions у меня вся работа вышита мне осталось только вышить крестики креником в птичке и сделать французские узелки и бэкстич в общем то этим я сейчас с утра и займусь я сейчас пойду перекручу как-то эту работу переставлю не знаю или вообще ее как-то эти вот боковые планки сниму чтобы было видно всю работу я сниму ее на видео покажу как она выглядит без бэкстича и потом приступлю непосредственно к выполнению бэкстича его здесь много я не гарантирую что я его на этой неделе успею выполнить но я буду им активно заниматься это мой первый процесс и второй мой процесс это весенний дуб от мелхилл весенний дуб от мелхилл у меня уже на низком старте вы видите у меня есть уже органайзер с нитками в прошлой вышивальной неделе мы с вами разбирали вместе ниточки делали этот органайзер вот такой вот будет у меня проект бисер у меня уже разобранный там где-то лежит тоже вам показывала и вчера я как обычно поработала над схемы схемы у меня сейчас выглядит вот так все что желтое это бисер я его сразу выделяю чтобы на него не отвлекаться в процессе отшива крестиков вот эти два процесса это мои основные планы на эту вышивальную неделю и также мне нужно будет снять видео о покупках на этой неделе но наверное сегодня я уже не буду этим заниматься я бы уже первую часть могла снять но уже 12 часов дня я смотрела увлекательное шоу которое называется инаугурация президента и вот уже фактически полдня прошло мне сегодня день с тренировками поэтому я пожалуй сейчас сниму калибри и гибискус и буду приступать либо к тому процессу либо к вот этому посмотрю но вышиваться они у меня будут параллельно я решила уже к дубу приступать потому что как бы весенний дуб 20 мая вы понимаете уже как бы пора так что приглашаю всех провести эту неделю со мной и уже вечер 11 часов вечера день у меня сегодня прошел в таких домашних хлопотах большинстве своем и с вышивкой ну вышивала я откровенно говоря мало и сегодня я вышивала только от дракона с утра и дуб на протяжении дня пока выривала и вот все что я наковыряла на данный момент да конечно это очень мало если посмотреть по схеме вот как это выглядит но я всегда люблю говорить что первые при вышивке без разметки первый вышитый цвет это и есть разметка и потом уже от этого цвета вы отталкиваетесь отсчитываете и так далее и тому подобное дальше должно пойти лучше пока что я вот одним только цветом здесь веточки вышиваю но по крайней мере уже можно угадать что это именно дуб что это именно дерево скажем так а не что то другое конечно вы не угадаете что это именно дуб давайте я положу хоть чтобы было на что смотреть да можно видеть что у меня мягко говоря в зачаточном состоянии отвечала на комментарии к вышивальной неделе вроде как хорошо справляюсь находила на тренировке конечно я сегодня бежала на тренировку я не забыла только голову потому что она была у меня на плечах слава богу я забыла воду я забыла ключ от шкафчика короче что-то чем-то есть в связи с тренировками две новости первая хорошая в бабочки кто знает такое упражнение у меня уже фактически то есть у меня сегодня легла правая нога на пол до этого чтобы вы понимали этого никогда не было сегодня у меня правая нога легла на пол ну то что не легла левая это не очень удивительно потому что человек вообще существо несимметричное и такое бывает мышцы они не должны прям как близнецы братья себя вести значит в бабочки я положила одну ногу и у меня гораздо лучше я сегодня прям увидела прогресс в продольном шпагате на левую ногу на правую все печально причем печально очень сильно я прям даже не представляю как может быть такая разница это были две хорошие новости и плохая новость в том что кое-кого растяжение мышцы на ноге на внутренней стороне бедра как-то мне там говорили как как там это мучиться конкретно называется короче очень неприятно очень неприятно такая колющая боль буду мазать ходят слухи что на две недели мне возможно придется не ходить на растяжку чего бы мне очень сильно не хотелось я пока что настроена идти но делать только те упражнения которые ну скажем так не дают на эту ногу прям а большой 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 нагрузки то есть как разножка да когда садишься там ноги в стороны что-то такое будут тянуть свой шпагат на левую ногу там именно вот эта мышца не задействована в этот момент но прям совсем растяжку бросать на две недели мне бы очень не хотелось очень бы не хотелось конечно если прямо не будет проходить то конечно придется но очень сильно надеюсь что обойдется без без вот этого так что сейчас я еще немножко повышеваю свой дуб а завтра все таки наверное придется приступать уже к бэкстичу я сняла на видео без бэкстича полностью всю работу показала так что к бэкстичу уже можно приступать вот я только что еще раз уточнила это растяжение приводящий мышцы бедра и произошло это скорее всего из-за недостаточного разогрева то есть мышца была недостаточно разогрета на нее оказалось сильное давление и вот что получилось причем я этого момента не помню абсолютно момента как это произошло ну ничего от такого не умирают конечно все будет хорошо но обязательно перед растяжкой нужно разогреваться я знаю что это не очень веселое занятие очень даже скучное хочется скорее перейти уже к сути дела но на самом деле разогрев это очень-очень важно доброе утро сегодня 21 мая вторник и я начинаю со своего дракона на данный момент у меня 40 процентов здесь готова а должно быть 50 так что приступаю все готово 50 процентов дракона сейчас берусь наверное за бэкстич вечером буду вышивать дерево еще хочу сегодня попробовать приготовить плов с индейкой в мультиварке посмотрим что у меня из этого получится а еще я сегодня получила просто замечательную новость что у нас в центре киева есть такой проходник но это грубо говоря улица на которой стоит напротив друг друга дом с химерами это как бы культурное достояние такое города и администрация президента и вот это вот улица пять лет была огорожена забором то есть забор был постоянно закрыт все ходили в обход папа каждый день на работу ходил в обход крюк делал на то что там пять лет было тупо закрыта до этого там всегда было открыто вот сколько я себя помню сколько я здесь живой живой здесь всю жизнь там всегда было открыто пять лет назад там поставили с одной стороны забора с другой стороны забор и вчера этот забор открыли и сегодня уже папе на работе все сказали что забор открыт забор открыт я реально там не было пять лет я не смогла ко мне аленка вдохновение приезжала я не смогла ее туда сводить посмотреть этот дом с химерами мы туда поднялись на гору встретили охранника который сказал до свидания мы развернулись и пошли назад а вчера там все открыли так что я очень сильно надеюсь что ближайшие дни туда дойду ну прям очень приятно потому что знаете было так несколько унизительно что перекрыли улицу ну типа я вообще-то тут живу почему я не могу здесь ходить так что это конечно мелочь но очень приятно так все я заступаю к выполнению бэкстич а у меня схема такая у меня схема он там на телефоне электронная и буду вышивать буду вышивать по цветам я вот выбрала один цвет и вот максимально куда дотянусь вышью его так уже 6 часов вечера и могу вам показать как преобразилась моя работа надеюсь вам будет видно должно быть хотя бы что-то видно потому что я вышила треть всего бэкстича который должен быть на этой работе то есть треть бэкстича здесь уже присутствует мне кажется что ну вот по крайней мере главный наш гибискус стал гораздо более четким хотя здесь еще не хватает французских узелков но в общем то я довольна я довольна своим сегодняшним продвижением в этой работе треть бэкстича мне кажется это очень здорово и сейчас мне бы вышивать наверное дуб но я поглядываю в сторону своей алмазной мозаики она тоже у меня была вы можете помнить в планах к завершению на ближайший месяц поэтому ее тоже нужно продвигать я думаю что сейчас еще где-то часик нужно будет уделить этой работе так я уже приступила к приготовлению плова у меня в мультиварке обжаривается индейка морковка и лук вот я могу показать вам рецепт можете поставить на паузу это из книжки для мультиварки значит ну здесь свинина но я взяла индейку 500 грамм потом рис 500 грамм морковка лук где-то так по 200 грамм и взяла 70 миллилитров растительного масла еще нужен чеснок 700 миллилитров воды соль специи сейчас добавлю единственное что у меня нет карри у меня дома нет карри такое упущение надо будет обязательно купить но я думаю что и без него просто с такими другими приправами будет тоже вкусно так сверху на мясо морковку и лук я выложила рис сначала добавила приправы потом выложила рис залила это все 700 миллилитров воды как указано в рецепте и теперь нужно установить программу плов готовится будет один час и после окончания приготовления перемешать через час встретимся так у меня там осталось в плове две минуты и вот что я сделала я вот мое поле деятельности все что мне осталось выложить и я себе отрезала вот полоску на 2 как бы вот так вот на 2 поделила и вот что мне удалось выложить за сегодня думаю что на этом и остановлюсь я вот сейчас сомневаюсь между тем чтобы начинать вышивать ступ и продолжить делать бэкстич вот я прям не знаю за что взяться сейчас буду думать но вообще надо конечно надо вышивать дуб так показываю вам что получилось вот и сейчас нужно перемешать и вот итоговый вариант конечно не хватает карри не хватает морковки морковки было мало но в общем то получилось хорошо можно готовить но нужно немножко усовершенствовать и есть еще кстати приправы для плова мне только что подруга подсказала что приправы для плова можно купить так что это мне на будущее я сижу поедаю плов получилось кстати вкусно и смотрите что у меня есть у меня есть шарик с мышками крысками с крысками посмотрите какая милая их раз два три четыре пять шесть семь штук как я хочу его вышивать обалдеть какие они классные только сегодня вышел так мой дуб чуть-чуть подрос вот что у меня есть на данный момент и это полностью один цвет вот эта вот нитка казалось бы но она уже другого цвета она чуть более коричневая коричневых здесь будет много и я на сегодня останавливаюсь уже 11 часов вечера сейчас подумаю что мне сегодня еще поделать возможно завтрашнюю норму в драконе сделаю потому что судя по всему в четверг чтобы завтра сделать послезавтрашнюю потому что в четверг скорее всего утром у меня возможности вышивать не будет вот наверное так и сделаю все без пяти минут час ночи 60 процентов в работе и в принципе я могу сказать что я сегодняшним рукодельным днем довольна я вышила треть бэкстича в калибре я повышевала хоть немножко но я продвинула дуб я вышила две дневные нормы в игрушках я повыкладывала алмазную мозаику то есть можно сказать что день был очень даже продуктивным кроме того я еще так себе в голове все еще очерчиваю свои планы на лето пытаюсь это как-то все сформировать чтобы потом вам выдать мне кажется они будут фактически такие же эпичные как были как было видео о планах на год кстати я думаю о еще одном интересном видео так когда я там его должна была снимать вспомнила то есть у меня постоянно какой-то такой происходит умыслительный процесс кстати мне написала зрительница что мне осталось 20 по-моему то ли 27 то ли 24 человека до 40 тысяч подписчиков а ну сколько сейчас а уже это было несколько часов назад уже осталось семнадцать человек ну я забуду завтра об этом вот честно надо как-то постараться не забыть мне кажется что завтра вполне может случиться это красивая цифра но если я забываю мне очень часто зрители присылают скриншот кто-то обязательно заскринит ровное число надо как-то постараться не забыть все таки 40 тысяч не каждый день происходит а пока что я буду ложиться спать потому что я завтра буду рано вставать я себе заказала доставку воды и я иногда делаю это специально на утро для того чтобы раньше встать знаете не просто я себе пообещала раньше встать а вот именно чтобы не было выхода но сейчас я вообще как-то раньше начала вставать слава богу вроде немножко нормализовался нормализировался мой как ты по-русски короче нормальным стал вроде как мой график я вложусь где-то в пол второго в два и встаю в девять с копейками то есть ну грубо говоря я сплю где-то семь семь с половиной часов и мне нормально так все что-то я с вами сейчас заболтала сейчас мы здесь утро и встретим кстати я хотела вас спросить скажите вот у кого есть мультиварки вы ставите вот что-то приготовленное какое-то блюдо прямо в чашу мультиварки в холодильник или вы всегда перекладываете то что у меня родители например они всегда перекладывают то есть вообще ни единого раза не было чтобы они в чашу мультиварки что-то в холодильник засунули а подруга мне как-то сказала ты делаешь дурную работу я вот пожарила в сковородке в сковородке поставила в мультиварке приготовила в чашу поставила прямо в холодильник то есть ну зачем ты лишнюю посуду пачкаешь вот мне интересно как вы перекладываете или вы прям так ставите я наверное все таки пока что пойду свой плов переложу доброе утро вернее уже не утро уже половина первого я уже сделала большое количество домашних дел и сейчас наконец-то могу приниматься за вышивку и начну я со своего дракона у меня здесь судя по всему осталось два цвета полукреста не знаю сколько я за сегодня его успею сделать но думаю что прям очень-очень сильно усердствовать не буду потому что хочется повышевать бэкстич в калибре вышиваю я вышиваю и оказалось что я допустила ошибку и весь вот этот вот участок здесь быть не должен он должен быть отодвинут на две клеточки в сторону мне нужно весь вот этот вот участок в котором нацать цветов выпарывать обидно просто не передать как все распустила я конечно очень печально очень печально заняло это очень много времени наверное минут 20 распускала вот без преувеличения не распускала а распарывала распарывала распарывателем вот посмотрите что у меня осталось ой здесь было несколько блендов не знаю буду ли я сегодня вышивать эту работу перейду наверное сейчас на калибре гибискус потому что как-то вдохновение пока что прошло на этого дракона очень печально так я закончила бэкстич одним цветом кстати я по-моему вам не рассказывала в драконе я вышила один цвет полукреста но распорола вот этот участок и у меня стало опять 60% то есть вот как бы из чего я сегодня утром выходила к тому я в общем то и пришла значит один цвет бэкстича вышит единственное что он еще будет на птичке но птичка у меня будет завершающим этапом вот можно посмотреть по схеме вот все что вы видите это я за два дня навышивала и сейчас я перейду к следующему цвету бэкстича покажу вам сколько его должно быть видите я убрала сетку со схемы так гораздо удобнее вот что мне предстоит сделать еще один темный цвет нитки ну не так много думаю справлюсь смотрите какой у нас красивый закат ай вот там хорошо видно розовый такой мне когда-то говорили что когда розовый закат это значит что завтра будет жарко ну посмотрим будем надеяться я сходила такие на растяжку но только не делала упражнения на вот эту вот мышцу внутреннюю нормально вроде как я выжила до того как идти у нас кстати здесь акация цветет смотрите запах конечно обалденный и дом о аладдин смотрите 23 травня это 23 мая какое существо 22 короче завтра премьера я завтра иду на аладдин вот мы завтра с кариной идем на аладдин посмотрим я правда слышала не очень хорошие отзывы но интересно интересно из вышивки с тех пор как мы с вами не виделись я вышивала только калибри гибискус вышивала бэкстич и думаю что сейчас продолжу его вышивать потому что как-то хорошо он у меня идет думаю что займусь им кто помнит как в старые добрые времена я показывала дом в каком-то 2013 году но сейчас тут ничего особо интересного не происходит вот такое что-то ну вот видели реклама аладдина была прикольно и добрый вечер сейчас пол первого ночи да добрый вечер и я выполнила весь тот бэкстич который вам сегодня показывала смотрите какая красота у меня получилась здесь на вот этом цветке где-то здесь по низу но виднее всего конечно его вот здесь вот сверху так вот это выглядит на экране саги вот столько бэкстич я выполнила и мне осталось еще два цвета но один там желтым в три сложения мне кажется что он будет только вот здесь в серединке цветка и надо посмотреть сколько у меня там будет сейчас еще одного цвета сейчас посмотрим думаю что это будет мой план на завтра так и вот что мне предстоит вышить этим цветом вообще я только что сделала оно было здесь очень бледное я только что сделала в саге потемнее вот тут несколько и тут несколько стежков и по сути все то есть завтра у меня большие шансы вообще мне кажется бэкстич закончить в этой работе ну в смысле на основной части работы и я приступлю к самой калибре напомню мне нужно сделать крестики крейником бэкстич сделать и вышить французские узелки французские узелки здесь будут в серединках цветочков я уже посмотрела ну французские узелки я крутить очень люблю поэтому с этим вообще никаких проблем мне очень нравится крутить французские узелки а птичку я оставила на сладенькой напоследок будет вся полностью готовая работа и я буду сидеть и себе тихонечко трудиться над птичкой я сегодня абсолютно не вышивала дуб от Милхилл и не знаю буду ли я вышивать его завтра я хотела бы его конечно закончить в мае но я только что сидела и поняла что ничего от меня не отвалится если он у меня немножко зацепит июнь конечно хотелось бы чтобы этого не произошло даже не из-за того что вот там весна-лето а чисто из-за того что мне хочется чтобы так растягивала сильно работа но я сидела вышивала этот бэкстич которого я кстати сегодня достаточно много даже по стежкам вышила и я поняла что нужно делать то что сейчас на что сейчас есть вдохновение вот есть вдохновение на бэкстич сижу и делаю бэкстич вот сейчас я его делала с большим удовольствием я думаю что одна из причин это то что бэкстич здесь контрастный я очень люблю контрастный бэкстич когда это темно-зеленым там по светло-зеленому как вот здесь вот было когда это каким-то темно-сером когда ты провел линию и ты видишь как у тебя появляются лепестки листочки вот такой вот бэкстич я очень люблю поэтому я его абсолютно спокойно сижу и делаю и не пожалела ни разу что я оставила бэкстич в этой работе напоследок а не делала его по ходу работы абсолютно не пожалела вот честно я сегодня сняла видео о покупках вернее две трети видео о покупках и в пятницу досниму послезавтра последнюю часть или не досниму потому что в пятницу я только заберу еще если повезет вместе с вами поедем забирать если все сложится последнюю часть моих покупок обменяемся скажем так и получается когда же я его сниму уже получается видео о покупках на следующей неделе будет ну вот так вот как-то у меня сложилось ничего страшного так все надо идти спать потому что очень сильно хочется спать я сегодня рано встала но вот этим вот процессом конечно я сегодня с драконом подрастроилась но вот этим вот процессом сегодня я довольна очевидно не зря сказала в каком-то видео что в какой-то из вышивальных недель наверное что калибри гибискус это точно финиш мая и потом такая думаю вот не зря ли я это сказала нет думаю не зря кстати я сегодня даже полчаса повыкладывала алмазную мозаику и я очень рада что кажется я многих из вас вдохновила на алмазную мозаику потому что у меня и в комментариях под этим видео пришли такие что вот я давно у меня лежит я давно не решаюсь вот сейчас начну и даже одна девушка меня отметила в инстаграм что у нее тоже лежит набор она его начала и вечером она мне прислала что она его уже закончила то есть это реально была работа одного дня и вот я очень рада всегда очень довольна когда мне зрители присылают что-то такое отмечают меня кстати в последнее время достаточно часто это происходит там чуть ли не через день ну несколько раз в неделю точно что я там вышивала новогодние игрушки вот там меня вдохновила Марина ну очень приятно правда смотреть на ваши работы очень приятно так что в общем то сегодня день у меня что в рукодельном что не в рукодельном плане прошел хорошо я сегодня и домашних кучу дел переделала и поубирала и попылесосила и стирала у меня машинка три дня стирают просто не останавливаясь но сегодня было не сильно прям жарко у меня вещи не досохли сейчас стоят я так сушилку и оставила на ночь надеюсь что ничего с моими вещами не случится так все спокойной ночи увидимся с вами утро доброе утро Карина Александровна мы уже сходили на Аладдина Уилл Смит в роли Джинса это было круто реально круто так и сейчас мы идем туда куда я вам говорила несколько дней назад конечно же мы поднимаемся в гору помните я говорила про закрытый проход на который пять лет нельзя было зайти но несколько лет нельзя было зайти вообще у меня папа не мог туда пройти даже с удостоверением что он работает в одном из зданий на той стороне ворот то есть он показывал там стояла охрана он показывал удостоверение ему говорили идите вон а не так давно можно было пройти с паспорта а сейчас должно быть через пропускной пункт Да, только с одной стороны, и тоже была охрана, а сейчас с 20 числа должно быть полностью... Мне дало искать. Дозиметра не было. Ну, то есть... КПП-девятки, че як там можно назвать? Детятки. Детятки. Вот, короче, сейчас с 20 числа должно быть всё настиж открыто. Пошли проверять. Вот, вот эти ворота с другой стороны такие же, здесь стояла охрана, а сейчас её нет. Заходите, Карина Александровна. Проходите. Давайте, я запечатлю этот момент. Переступайте. А, холодная. Давай. Опа. Ай, как приятно. Проходить надо было вот через такую будку, с той стороны. Через будку? Через будку и через металлый сталь. Какой кошмар. Что ты только что сказала? Я не смог бы повторить ту же интонацию. Боже, неужели даже туда можно пройти? Вот это администрация президента, чтобы вы понимаете. Да, но мы, кстати, зашли в тупик. Мы зашли в тупик, мы не пошли ни по той лестнице. Потому что забыли, как ходить. Можете себе представить? А мы как бы местные жители. А вот дом с химерами, к которому нельзя было подойти. Там уже, по-моему, экскурсию подвели. Можно было подойти. С паспортом, через будку. Смотрите, какая красота. Карина Александровна, дом с химерами, администрация президента, экскурсия. Как быстро все меняется. Да, мне тоже говорили. Тут же можно было пройти. Колица зачинена была завжди. Десять лет назад была ветчинена. Пять лет назад была открыта. И вон, стоп, вот, вот еще одни ворота. Они даже назывались, типа, левые ворота и правые ворота. Ну, извините меня. Здесь не должно быть ни правых, ни левых. Сюда проходить, пожалуйста. Не туда, а сюда. Это Карина с охраной пообщалась несколько недель назад. Слушайте, гуляйте. Нет, это охрана так со мной пообщалась. Отлично. Так, давайте хоть сфоткаемся, что ли. Итак, мороженое. Кофе. Карина Александровна, расскажите про Аладдину подробнее. А, круто, Смит, красавчик. Это главный итог этого фильма. Нет, танцы крутые, хореография крутая. Она, все, больше спойлеров не будет. Мне понравилось. Песни фактически все те же самые, мне кажется, больше, чем в мультике было. Жасмин пела раз пять. В мультике так не было. Да, и... По любому поводу фактически. Не все песни на украинском воспринимались хорошо. Меня Арабская ночь не очаровала. Ну, может, это типа, я не знаю. Потому что ты опоздала наполовину. А, ну, может быть. Нет, мне понравилось. А на Хелли Уэллз я переписывалась, так что уже не послушала нормально. Нет, мне понравилось. Конечно, немножко они изменили, потому что в мультике здесь Жасмин такая прям феминистка-феминистка. Без стали. Ну, короче, немножко не совсем, как было в мультике. Ну, короче говоря, мне кажется, что... Это красавчик. Нет, джин классный. И шутки, и мимика. Да. Очень круто. Так что, мы советуем. Джафар отличается. Джафар. Марине понравился. Я Карине рассказывала. Ну, как бы, в мультике ему лет, наверное, шестьдесят. Да, здесь ему лет тридцать пять. То есть, это мультик, где Джафар... Вернее, фильм. Где Джафар тоже не самый плохой вариант. А не для принцессы, понимаете? Пока он не начал там творить, черт знает что. Он мне тоже очень даже нравился. Ну, короче, интересно. Так, я вернулась домой. Уже пять часов вечера. Ну, мы отлично погуляли. Настроение замечательное. И я сажусь за бэкстич. Пока вдохновение меня еще не покинуло на него. Так. Восемь часов вечером. Я доделываю бэкстич на калибре и гибискус. Что-то мне подсказывает, что я сегодня эту работу закончу полностью. Что сегодня у нас снимется этот вопрос. Но мне дико захотелось картошки. И сейчас у меня здесь картошка с приправами. И разогревается духовка. Буду, я не знаю, как это запекать, наверное, картошку. Я выложила пост в инстаграм с тем вот нашим походом, который вы сегодня видели. Пришла девушка, просто захлебываясь, начала доказывать, что такие, как это, заходы беспеки, ну, меры безопасности были ради того, чтобы президента никто не убил, короче говоря. Чтобы президенту никто ничего не сделал. Вы знаете, за пять лет президент посещает такое количество публичных выступлений, разнообразных мероприятий, что если бы кто-то ему хотел что-то сделать, абсолютно не надо было бы лезть через забор в администрацию президента. То есть ради этого не надо перегораживать улицу города. То есть это не тот случай. Он выходил иногда из этой администрации. Ну, то есть, как бы нет. Это явно не та причина, почему это было сделано. Зато бабушка моя, которой 70 с большим крюком лет, к своей подруге когда-то не могла ходить. Она поломала ногу, у нее была операция. Моя бабушка тащила за 3-9 дней, 15-й дорогой, тащила сумки с продуктами к своей подруге, потому что там была перегорожена. Короче, нельзя там было проходить. То есть это не просто центр Киева, скажем так, где находятся какие-то административные здания. Там еще живут люди. Вот просто обычные люди, они не виноваты, что они там живут. Поэтому, возможно, я вам эту ситуацию смогла рассказать с другой точки зрения, с точки зрения людей, которые живут здесь и ходят здесь и видят все это своими глазами. А не где-то там по телевизору. Так, друзья мои, для следующего моего этапа общения с набором калибри и гибискус мне понадобилась схема калибри. Она здесь идет как отдельно. То есть вот так вот она шла на схеме, на оригинальной. Снизу, то есть как бы вынесена отдельно. Вот копия оригинальной схемы. Видите, здесь калибри без бэкстича вообще идет, а с бэкстичем на отдельной вот этой маленькой схемке. Значит, мне понадобится вот это и... Сейчас просто... Сейчас просто прочувствуйте ситуацию. Вот это. Вот что это? Вот как? Вот как так жить? Посмотрите. Похоже на какую-то, знаете, вот как... Вот сейчас хорошо видно. На какую-то спиральку. Вот как в детстве были такие радужные, модно. Я буду пытаться сейчас отсюда что-то вычленить из вот этой вот штуки. Выглядит, конечно, забавно. Но мне этим забавно надо вышивать. Вот, посмотрите. Ну как так? Покрутилась у меня. Так, значит, по инструкции в одну нить нужно пройтись по тем значкам, которые здесь выделены. А потом сделать бэкстич. Сейчас этим и займусь. Надеюсь, что в одну нить будет нормально. Потому что здесь, мне кажется... Ну, иди сюда. Так, здесь у нас 22 ниточки целых. Вот этого крейника. Но мне говорили, что остаток большой. Сейчас буду приступать. Начала я вышивать крейник. Вот даже немножко видно, смотрите. Чуточку блестит в искусственном освещении. И я взяла схему. И такая, давай по схеме. Но вот такой вот кусочек мне нужно было вышить, чтобы понять закономерность. На самом деле здесь крейником выш... Я сказала бэкстич? Если сказала бэкстич, я заговариваюсь. Заговариваюсь. Смотрите, здесь вышивается крейником по всему, что здесь зеленое. То есть, вот по вот этому зеленому участку и полностью по вот этому зеленому участку. То есть, схема здесь, по сути, даже не нужно смотреть в схему. Просто берите и зашивайте. Я такие зашиваю в одну нить. Я попробовала в одну, показалось жиденько. Я попробовала в две, но в две очень сильно перекрывал крейник цвет самой нитки. Казалось бы, ниточка тоненькая, но в два сложения крестиком перекрывался цвет самой нитки. Получалось некрасиво, какие-то белесые крестики получались. Поэтому я эту идею отбросила. Смотрите, даже видно, как поблескивает. Я эту идею отбросила и зашиваю в одну ниточку. Кстати, интересно, не стукнуло ли у меня еще 40 тысяч. Нет еще 6 человек. Так что, не сегодня, не сегодня, не все хорошие события нужно напихать в один день. Доброе утро! Сегодня у нас 24 мая, пятница. И утро мое началось со стирки. Мне неожиданно пришла мысль взять завтра с собой эту работу на дачу и ее пофотографировать. Поэтому ее нужно постирать. Не знаю, не могу я фотографировать непостиранную работу. И вот сейчас она у меня здесь купается. Буду гладить потом. Но фотографировать я, скорее всего, буду на рамке Тарабеско. Так что мне еще и рамку везти. Вот это вот переходной период, когда ты еще живешь полутам, полутам. Постоянно что-то надо с собой не забыть. И не забыть потом с собой забрать. Я забыла на даче в пляжные сумки наушники и уже неделю без наушников. Запасных у меня нет, поэтому живется мне без них сложно. Надо, наверное, чтобы было две пары все-таки. Так, я добралась до сквера, до Гали. Отдаю Галле ее волшебную страну целый. Ты бачишь, как я его напакувала? Бачу. Там не в Лиза больше ничего. А это вторая часть моих покупочек. Наборчик. И пидори. Машина едет. На следующей неделе вам это все покажу. Вернее, когда вы смотрите это видео уже на этой неделе. Фончики. Какие конфетки. И от них не поправишься. Мы с Галей пришли к выводу, что это фактически единственные сладости, которые нам сейчас можно. Класс. И тортик. И тортик. Тортик. И мороженое. Пирожное. Такое у меня есть мороженое. Единственное, что у меня из этой коробки есть. Кексик. Класс. Смотрите, какие маленькие. Это же надо. А, это что ли? Нет. Это конфетка. Это конфетка. Вот она. Ага. И мороженое-рыжок. Класс. Я уже дома. Я уже успела смонтировать это видео до 45 минуты. То есть, все то, что вы видели перед этим кусочком. И я успела, как вы видите, восстановить вот тот вот кусочек, который позавчера я выпорола. Пока я монтировала видео, я его восстановила. И сегодня у меня немножко поменялись планы. Я еду на дачу сегодня. Думаю, что где-то через минут 20-25. Поэтому я сейчас быстро собираюсь. Мне нужно собрать... Я везу с собой дуб от Милхил. Я не игрушки везу, не этого дракона. Я везу дуб от Милхил. У меня есть планы там его продвинуть. Поэтому мне нужно спаковать рамку, органайзер, ключ, схему. Мне нужно сейчас на еще одну рамку натянуть калибри и гибискус тоже спаковать. Потому что я его на даче планирую фотографировать. То есть сейчас нужно максимально ничего не забыть. Потому что, как я уже рассказывала ранее, я постоянно что-то где-то... Я что-то здесь забуду и что-то там забуду. Надеюсь, что сейчас мы с вами нормально переберемся. Смотрите, мы приехали на дачу. И там у нас ежик передвигается. Ну-ка. А вон. Топает. Смотрите, какой красавец. Ищет еду. Думаю, он с этим справится. А тут у нас ирисы. Желтые и какие-то темные. И с другой стороны есть белые. Посмотрим. Вот, кстати, тут у нас пион распустился. Он вам какой-то очень светлый передается. Даже будет два, даже будет три. Но три мы не застанем явно. Так, а здесь у нас еще ирисы. Ирисы с одной стороны тоже темные и белые. Причем белые аж полегли. И темные. И темные. А с другой стороны вот такие вот фиолетово-бело-желтые. А на заднем фоне вы видите просто мои разбившиеся надежды. Я планировала на фоне этого куста, который был белым неделю назад. Я планировала на фоне него фотографировать калибри и гибискус. Но ежик. У нас здесь на самом деле много их ходит. Прям за один вечер может там и три, и четыре пройти. Это вообще неудивительно. У них здесь какая-то тропа проходит. Короче, я хотела здесь фотографировать калибри и гибискус, но как видите не сложилось. У нас есть жасмин, но жасмина, а вот как бы все, что есть в наличии с этой стороны и вот еще чуть-чуть там. Но за забором куст. Вот его верхушку, так сейчас сама не вижу. Вот, 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 вот его верхушка, а там большой куст. Вот, в принципе, наверное, засуну в жасмин, потому что, ну, больше вариантов нет, а сфотографировать как-то красиво хочется. Но это уже все завтра. Уже 7 часов вечера, и у меня есть килограмм гороха. Вот, смотрите, добыли мы килограмм гороха, добыли мы клубнику. Ну, первая клубника в этом году. Постоянные какие-то странные звуки, я все время боюсь, что кот залезет. Ну, кот, кстати, не пришел, но мы только приехали. Так что, и сегодня буду, конечно же, вышивать дуб от Милхилл. Я чуть не забыла рамку. Я сложила нитки, я сложила схему, ключ. Я взяла запасной маркер на всякий случай. И в какой-то момент я просто опускаю глаза вниз, и я вижу, что у меня на полу стоит рамка с тканью от весеннего дуба. Вот, вот, вы представляете, как бы это было эпично, да? Но, слава богу, все привезла. Все нормально. Посмотрите, они бегут друг за другом. Вы когда-то видели, что ежики могут так быстро бегать? Их только что было три. Они тут пинались, толкались. Сейчас они сопят друг на друга. Не знаю, слышно или нет. То есть тут явно только что были какие-то разборки. Это ж надо. Прям сопят так злобно. Вот вам жить на природе. Мы у них в гостях. Доброе утро. Сегодня у нас суббота, 25 мая. И я приступаю к своему проекту. Это весенний дуб от Милхил. У нас тут с самого утра соседи решили, что нужно срочно поставить себе ворота и выложить себе дорожку. Я не знаю, сделают ли они это за один день, но вполне возможно, что по закону подлости они это будут делать как раз все выходные. Такое, конечно, с 9 утра это все началось. Ну, что поделать. Я приступаю. У меня сегодня планы на эту работу глобальные. Если она у меня не продвигалась дома, то надеюсь, что она у меня продвинется нормально здесь. Продвигается мое дерево. И вы слышите эти звуки? Я думаю, что, наверное, слышите. Это дождь. Как хорошо, что мы приехали вчера, потому что сегодня у нас была бы большая вероятность ехать по дождю. Сижу, выживаю, идет очень хорошо, вот просто как по маслу. Я стараюсь ловить этот момент. И еще один момент я словила. Я словила момент, который был, наверное, минут 40 от силы. Было солнце. И я пофотографировала в калибре гибискус. Так что я прям довольна. Всему было выделено свое время. Так, уже вечер. Навышивала я прилично за сегодня. Обязательно вам покажу. Хотела показать у нас здесь такие фонарики. Видите, такие палочки. Они заряжаются от солнца. И потом там такие, как пузырьки. И только что была молния. У нас целый день постоянно то начинается. О, гром, но тихие, значит, где-то очень-очень далеко. Смотрите, какие классные. Здесь четыре штуки. И около калитки вон еще один. Прикольные такие. Я даже забыла про них. Они вон тебе меняют цвет. Здорово. Доброе утро. Сегодня уже 26 мая. Воскресенье. И вот что у меня навышивалось за вчера. Согласитесь, результат хороший. И сейчас у меня еще тоже есть планы. Вот как это выглядит сейчас на схеме. Низ пока что еще не вышивался. Зато дерево уже фактически все. Я продолжаю вышивать свое дерево. У меня здесь появляются светло-салатовые крестики. Мне кажется, вы можете их видеть. Вот здесь вот у меня зелененькое появилось внизу. Но я включилась не для того, чтобы показать вам эту работу. А для того, чтобы кое-что сказать. Пока я не забыла. Насчет программы Кростич Сага. Я вчера видела в видео у Елены цвет такое. И сейчас я смотрю еще одно видео. Там у девушки такая же проблема. Вы закончили вышивать свою работу. А ваша программа показывает вам каких-то два недовышитых крестика. Несколько недовышитых линий бэкстича. И у вас получается там 99,97. К примеру. Вы перепроверили свою работу. И там все вышито. Кстати, сейчас я вам, наверное, покажу, как можно увидеть, если я еще не удалила схему, как можно увидеть, каких именно крестиков вам еще в работе не хватает. Вот. Мы открываем программу и открываем ключ. Что мы можем видеть? Видите, DMC. 333 и стоит галочка. 340 и стоит галочка. 341 галочка не стоит. Соответственно, полукрестики этим цветом еще где-то есть не вышитые. Вот на 3823 опять же стоит галочка. Мы выбираем какой-то один цвет, подсвечиваем его и смотрим по схеме. Если мы проверили и не зачеркнутых крестиков, не вышитых, ну вернее вышитых, но скорее всего просто не зачеркнутых, если их нет, это иногда бывает такой небольшой глюк у программы. Мы программу закрываем, нажимаем закрыть, закрыть. И именно закрываем. То есть вы действительно хотите выйти? Да. То есть не свернуть ее, а именно закрыть. И потом мы заходим второй раз, и мы можем видеть, что у нас те крестики, которые были не вышитые, они на самом деле будут вышитые, и ваши проценты придут в нормальное состояние. Я уже несколько раз замечала, вот на игрушках от Анины Третьяковой, буквально вчера у меня это было с калибрией Гибискус, там вчера-позавчера. То есть такая ситуация иногда случается. Попробуйте именно выйти из программы и заново ее открыть. Я думаю, что в большинстве случаев должно помочь. Итак, я уже дома, и сейчас хочу показать вам, что у меня навышивалось за два дня. Это суббота и воскресенье. Вчера, в субботу, вы видели эту работу вот в таком вот состоянии. То есть это все, что у меня было вышито. И вот так работа выглядит у меня сейчас. Два дня. Суббота-воскресенье. До воскресенья неполное. И у меня очень-очень хорошее продвижение. Я думаю, не стоит говорить, что я очень довольна. И вообще этой неделе в рукодельном плане довольна. Конечно, еще бы дракона закончить, но вот не сложилось. И сейчас я уже буду заканчивать, монтировать эту вышивальную неделю. На следующей неделе вас ждет видео о покупках. Вас ждет видео о готовой работе калибри и гибискус. Ну и, соответственно, вот эта вот вышивальная неделя. Из рукодельного на следующей неделе я планирую. Я сегодня сидела, думала об этом. Я планирую, ну, во-первых, закончить дракона. Это 100% и желательно начать новую игрушку. Я планирую закончить дуб. И я планирую плотно заниматься своей алмазной мозаикой. Кто помнит, у меня в, по-моему, то ли прошлой, то ли позапрошлой вышивальной неделе я рассказывала, какие у меня есть планы до где-то середины июня. Даже, я думаю, не до середины, а где-то до числа 10 июня. Что я хотела бы успеть сделать. И это все входит туда. Так что с алмазной мозаикой, я думаю, надо уже заканчивать. Для этого нужно хорошо над ней поработать. И также у меня есть еще несколько очень интересных видео, которые я бы хотела тоже успеть снять до нашего переезда на дачу. Так что надо будет все это хорошенько себе обдумать и расписать. А на этом с этой вышивальной рукодельной и не только неделей у нас все. Спасибо всем огромное за внимание. Удачи вам и творческих успехов. Пока!